Около 50 школьников из Монолинского района посетили высшее учебное заведение Актау, где ознакомились с флорой теплицы. Учащиеся на практике смогли изучить нюансы выращивания и полива растений, а преподаватели рассказали интересные факты о растеневодстве. Адильбек Айбек учится в 9 классе. Школьник занимается подготовкой проектов, связанных с растениями. Сегодня он пришел в теплицу с одноклассниками, где смог воочию увидеть образцы зеленых насаждений, понаблюдать за действующим методом капельного орошения. В дальнейшем подросток нацелен на изучение флоры и фауны региона. В теплице на площадке природы края мы пользуемся возможностью изучения растений для развития собственных научных проектов и стартапов. Спасибо за возможность исследовать зеленый мир. В будущем хочу работать в сфере экономики. Передо мной стоит цель заниматься развитием растений в направлении географии и математики. Благодаря преподавателям и организованной в теплице работе я получил информацию, которую ранее не знал, изучая растения, высаженные студентами первого курса университета. Подобный обмен опытом поможет школьникам в будущем точнее сориентироваться в выборе профессии. Как говорят в УЗИ, важно поддержать молодое поколение в реализации их научных идей. Следует отметить, что оранжерея университета занимает площадь 1800 квадратных метров. При этом 1200 предназначены для научной работы студентов. Президент страны Касымжомар Тукаев в своем выступлении на сессии, посвященной 75-летию Академии наук, подчеркнул, что развитие науки и техники, развитие инноваций является одним из основных направлений нашей страны. На прошлой неделе была принята концепция до 2026 года. Мы проявляем открытость не только в отношении наших студентов, но и к школьникам, тянущимся к знаниям. Мы хотели показать, что теплица является общей для всех образовательных организаций нашего региона, где школьники и учителя могут выполнять практические работы. Учащиеся применяют полученные знания на практике в теплице. Например, в прошлом году они собрали из теплицы 3 тонны огурцов, 700 килограмм помидоров и доставили их в студенческую столовую. А вот в этом году планируют снять урожай около 2 тонн помидоров, 500 килограммов огурцов и 300 килограмм сладкого перца. Асель Канширова, Боржан Ниаскул, Дидар.